Семейный ужин Кто-то рекламе или советам друзей, а кто-то полагается на интуицию собственного кота Купишь какой-то продукт и начинаешь смираться в нем И у нас приходит вот такая экспертиза, скажем так Сначала коту предлагаем, будет он есть или нет Если он ест, значит и нам можно В результате нашего эксперимента умудренный опытом кот по кличке Чип Отказался есть вареную колбасу Мы, честно говоря, тоже не решились Так как обнаружить на упаковке информацию о том, из чего она сделана, не смогли Осторожничать вынуждены и многие наши сограждане, с которыми мы говорили на улицах Оренбурга Мы стараемся лучше кусочек мяса взять, чем хорбас Потому что там очень много примесей, сами знаете Стои очень много Единственное, чем пенсионеры выезжают, это вот держим сад огород Там свое Вот этим мы питаемся и на зиму запасаемся Да я бы вообще руководствовалась тем, что пускай люди покупают траву или собирают траву Лечатся тем, как вот медработники, например, я говорю А так продукты тоже свое подсобное хозяйство держать Выходит только и все По признанию продавцов, наибольшим доверием сегодня в российских регионах пользуется продукция местных предприятий В конкурентной борьбе производители все чаще вынуждены делать акцент на использовании натуральных компонентов Наш коллектив горд тем, что мы действительно делаем чистый продукт Вот если вот сейчас видите переменник мы делаем Яйцо, не порошок натуральный, мука Если переменник написано, действительно соответственно Вот этим мы горды, этим мы выживаем, этим мы конкурентоспособны Однако отличить по-настоящему качественный продукт от напичканного дешевыми заменителями и консервантами не так-то просто А законы рынка диктуют простые решения Если уж удается добросовестным производителям пробиться к покупателю То чаще, как говорится, не благодаря, а вопреки Ведь никаких преимуществ на российском рынке они не имеют И это положение надо исправлять Экономическое чудо, которое осуществлено в Китае и во многих других странах Как раз таки и было основано на том, что производитель получал преференции в виде льгот на использование налогов и так далее Вот поэтому и появлялись качественные продукты, которые были востребованы И самое главное, появлялся у инвесторов огромный интерес заниматься не купи-продай, а заниматься производством Владимир Смоленский в составе большой группы депутатов Сегодня работает над поправками к закону о качестве и безопасности пищевых продуктов В первую очередь парламентарии предлагают восстановить норму, отмененную 122-м законом Вернуть местной власти право контролировать качество продуктов Помимо этого ставится вопрос об ответственности участников рынка Ведь, признаемся, крайне редко можно услышать о решении лицензии, о закрытии магазина, кафе или предприятия, по вине которых пострадали люди А вот количество отравлений некачественными продуктами растет Надо очень серьезно ужесточить ответственность, вплоть до уголовной За производство некачественных продуктов и не только за производство, но и за торговлю некачественной продукции Дополнительные гарантии безопасности должны дать и технические регламенты, работа над которыми ведется уже не один год Но как предупреждают ученые из института питания, никакие, даже самые строгие законы не помогут, если мы сами не будем соблюдать элементарную осторожность Для обычного потребителя, вот три вещи, посмотреть из чего этот продукт состоит Если тебе не нравится состав, да не бери, подойди к соседнему или в соседний магазин и купи то, что тебе нравится Второе, обязательно смотреть сроки годности, чтобы не купить просроченный продукт И третье, условия хранения И еще один совет специалиста Безопасность нашего здоровья зависит не только от того, чем, но еще и от того, как мы питаемся А это значит, пища должна быть вкусной и здоровой И помните, во всем нужно знать меру Ведь вред своему здоровью можно причинить даже самыми качественными продуктами Приятного аппетита!